Привет! Этот комплекс упражнений направлен на улучшение подвижности грудного отдела для того, чтобы мы раскрыли свои плечи, чтобы мы выровняли осанку, сохраняя естественные изгибы позвоночника. В дальнейшем мы поработаем над укреплением грудного отдела, спускаясь вниз мы поработаем над мышцами пресса и над поясничным отделом. И в конце тренировки мы все это соберем в одно единое целое для того, чтобы и грудной отдел, и мышцы пресса, и поясничный отдел, и, соответственно, весь наш позвоночник были как единое целое и, соответственно, двигались как единое целое. Начнем с упражнений лежа. Готовим грудной отдел и разминаем его. Располагаемся мы на боку, угол в коленях и в тазобедренном суставе по 90 градусов, голова остается в ладони. На вдохе мы удлиняемся от плеча за рукой вперед, по диагонали за макушкой и выполняем разворот в потолок. И на выдохе возвращаемся обратно. При этом таз у нас остается на месте и выше лежащая нога может незаметно мягко скользить вперед от таза. И на выдохе мы возвращаемся обратно. Не стоит в этом упражнении тянуться лопаткой к полу специально, а мы здесь постепенно увеличиваем амплитуду. Двигаемся в комфортной для себя амплитуде и постепенно, если вы по нескольку миллиметров увеличиваете амплитуду, этого вполне достаточно. Гипермобильность нам не нужна, поэтому ощущайте, прислушивайтесь к своему телу и двигайтесь в удовольствие. Два повторения остается, получилось немного больше, но ничего страшного. Раз. И на вдохе снова. Вперед, за макушкой. Два. Плавно через сторону мы встаем, помогая себе рукой. Приподнимаемся и в удобном варианте меняем стороны. На другую сторону то же самое. Располагаемся на боку, колени на себя, таз на себя и удлиняемся вперед. За макушкой вдох и на выдохе обратно. От простого к сложному. Напомню, не торопитесь выполнять в большой амплитуде. Постепенно. От простого к сложному мы двигаемся. Два. Вдох. Три. Четыре. Вперед, за макушкой. И два повторения остается. Заключительный. Мы переходим на спину и перейдем к тазобедренным суставам и к пояснице, и к пояснице. Руки мы оставляем вдоль туловища. В удобном для себя варианте располагаемся и ощущаем, как крестец прижимается к коврику. Нижние ребра касаются коврика, плечи касаются коврика, но поясница коврика не касается. И мы с вами выполним небольшие тазовые часы, подкручивая таз на себя, а затем от себя. Мы перекатываемся, как будто по крестцу. Здесь может мягко поясница приподниматься, а затем мягко поясница может касаться коврика. Но старайтесь, чтобы движение было в большей степени в тазобедренных суставах. Чтобы именно головка, бедра прокручивалась в суставной капсуле, а не движение было в пояснице. Подкручивая таз на себя, постарайтесь за копчиком удлиниться вперед, чтобы возможно очутить небольшое растяжение мягкое в поясничном отделе. Мы здесь выполняем 10 повторений, остается еще 5. Раз, два, три, четыре, пять. Переходим к круговым вращениям. Переводим вес тела в большей степени на левую ягодицу. Далее крестец касается коврика. Переводим вес тела на правую ягодицу, на копчик. И тем самым выполняем круговые вращения, как яблочко катается по тарелочке. Мы выполняем круговые вращения тазобедренным суставом. 5 круговых вращений в одну сторону, 5 круговых вращений в другую сторону. Максимально постарайтесь погрузиться в упражнения, прислушаться к ощущениям в своем теле. Возможно, какие-то амплитуды будут даваться сложнее, а какие-то легче. Старайтесь также поясницу не вжимать. Она может двигаться в небольшой амплитуде, но в большей степени... Можно начинать в другую сторону, но в большей степени движение здесь от тазобедренных суставов. Хорошо. Переходим к мышцам пресса. Мы ощутили, где находится поясница, где таз. Теперь в большей степени мы отстраиваемся крестец между поясницей и ковриком, как будто карандаш может пройти, нижние ребра прижаты. Правая рука переходит за голову, и голова лежит в ладони. Мы выполняем скручивание. Не выжимая поясницу, взгляд в потолок, рука тянется вперед, рука тянется наверх, рука тянется назад, и мы медленно опускаем нашу руку. Выдох. И на вдохе подконтрольно мы медленно опускаем нашу руку. Как будто мышцы пресса медленно, подконтрольно опускают нашу руку. Здесь может появиться даже небольшая дрожь. И попробуйте проконтролировать эту дрожь в мышцах пресса, чтобы она все меньше и меньше становилась, и движения были более плавные и более точные. Здесь мы выполняем семь скручиваний. Вдох. Выдох. Вдох. И от плеча мы удлиняемся наверх, плавно назад, и опускаемся. Смена рук. Левая рука переходит за голову, и также скручивание, и на вдохе плавно возвращаемся обратно. Раз. Выдох. Вдох. Два. Выдох. Вдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. И заключительный. Семь. Руки мы разводим в стороны, переходим к поясничному отделу. Стопы мы оставляем вместе, колени вместе. И на вдохе мы выполняем наклон в сторону, удвиняясь за выше лежащим коленом в большей степени вперед. Примерно на середине диагонали мы остаемся, и на выдохе возвращаемся обратно. Вдох. Левое колено удлиняется направо, прямо скользит, и мы ощущаем больше растяжения в пояснице. И на выдохе обратно. Два. Вдох. Под углом 45 градусов. Не стоит больше опускать ноги в стороны. Три. Вдох. Удлиняемся наверх и направо. Выдох. Четыре. Вдох. Выдох. Пять. Вдох. Шесть. В этом упражнении важно почувствовать небольшое растяжение в поясничном отделе, удлиняясь за выше лежащей ногой вперед и наверх. Следующее упражнение будет посложнее. Уже будут наши мышцы в большей степени включаться в работу. Отлично. Мы приподнимаем ноги, колени смотрят в потолок. Колени над тазом, носки от себя. И выполняем то же самое. Здесь мы выполняем уже покачивание более активно, но в той же амплитуде. Вдох. И более активно обратно. От ребер вдох. И правые ребра тянутся к коврику. Два. Вдох. И левые ребра от мышц пресса тянутся к коврику. Три. Четыре. Вдох. И плавно на выдохе. Пять. Вдох. И плавно на выдохе. Шесть. И обратите внимание на плечи и на ладони, чтобы они также были прижаты к коврику. Семь. Вдох. Восемь. Вдох. Девять. И заключительный. Десять. Остаемся мы в этом же положении. Руки переходят за голову. И поочередно за ногой мы удлиняемся вперед, опускаем ногу вниз и возвращаем обратно. Выберите для себя комфортный уровень, на который вы опускаете ногу. К примеру, наполовину. Если ваши мышцы пресса вас плохо контролируют, либо пока недостаточно контролируют. Ну а если вы более продвинутый уже спортсмен и поясница не прогибается, живот домиком не надувается, попробуйте выпрямлять ногу и опускать ее прямо практически в пол. Сначала мы поработаем здесь медленно. Взгляд в потолок. Локти удлиняются в стороны. И мы еще раз стояли. Выполняем еще четыре повторения. Два. Три. И четыре. Подтягиваем колени к себе и выполним несколько перекатов в стороны. Поясница здесь может касаться коврика. Спина расслаблена. Все тело расслаблено. Оставляем мы стопы на коврике. За носком мы удлиняемся вперед, наверх, либо немного вперед. И наверх. По ноге мы забираемся. Сначала выполняя сгибание шеи. И затем, как по ветке, забираемся и удерживаемся в комфортном для себя варианте. Здесь мы должны ощутить хорошее растяжение в грудном отделе. И мы взгляд направляем на живот и выполним несколько покачиваний. В большей степени здесь ощущается растяжение между лопаток и в грудном отделе. Нога нас тянет вперед и затем мы плавно падаем назад. В небольшой амплитуде выполняем покачивание. И далее плавно взгляд мы также удерживаем на животе. Плавно мы опускаемся позвонок за позвонком на коврик. Сгибаем ногу и выполняем сменок. Удлиняемся за ногой наверх. Взгляд на живот. Поднимаемся по ноге. И выполняем снова такие же плавные, мягкие покачивания. Растяжение в грудном отделе комфортное, приятное сохраняется. И в большей степени нас здесь раскачивает нога. И остается здесь еще три покачивания. И взгляд мы оставляем на животе. И позвонок за позвонком спускаемся медленно обратно. Отлично. Возвращаемся к поясничному отделу. Стопы мы удерживаем вместе. И колени вместе. Руки разводим в стороны. Приподнимаем ноги. На вдохе опускаем ноги в одну из сторон. Удлиняемся за выше лежащей ногой. И на выдохе возвращаемся обратно. В большей степени нагружится у нас поясничный отдел мышцы пресса. За счет того, что мы выпрямляем ногу. Рычаг увеличивается. И мы возвращаемся обратно. Вдох. И на выдохе обратно. Вдох. И на выдохе мы возвращаемся обратно. У нас остается еще четыре повторения. Раз. Два. Три. И заключительный. Четыре. Мы двигаемся по нашему плану. Мы подготовили уже к основной части грудной отдел мышцы пресса. Поясницу. И перейдем к... Мы остаемся в сет по-турецки. Руки мы располагаем с вами на уровне ребер. И из этого положения мы с вами выполним дыхательное упражнение. И на пресс нам нужно подготовить наши ребра, наш пресс, нашу диафрагму. К тому, чтобы хорошо себя контролировать, но при этом сохранять правильное дыхание. Поэтому поработаем сейчас над этим. Руки мы располагаем на нижнем уровне ребер. И на вдохе мы будем расширяться в руки, в нижние ребра, в стороны, вперед и назад. Чтобы дыхание было по всей грудной клетке. Десять повторений. Вдох. Живот у нас расширяется вперед. Ребра расширяются в стороны. Ребра расширяются вперед. И ребра расширяются назад. И на выдохе... Ваш пресс становится жестким. Еще более маленьким. Как спортивный снаряд. И также ребра у вас тоже уменьшаются. И межреберные мышцы тоже уменьшаются. Вдох. Вдох. Три. Четыре. Обратите внимание, может быть вам расширяться в какую-то из зон сложнее. Обратите туда больше своего внимания. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. И два повторения. Девять. И заключительный. Десять. И теперь мы уже переходим на живот. Располагаемся мы на животе. Руки мы расставляем в стороны. Локти на одной линии. Плечами. Ноги у нас лежат свободно и спокойно. Здесь в большей степени мы поработаем над грудным отделом. Надавливая хорошо и локтями и ладонями в коврик мы выполняем небольшой подъем без разгибания. Из этого положения мы приподнимаем правую руку, а затем левую руку, не переводя вес тела на опорную руку. Стараемся симметрично удержать свой корпус за счет баланса и мышц пресса, чтобы мы не раскачивались во время подъема. И руку мы не поднимаем выше плеча. Представьте, что у вас на локте стоит чашка воды и вы ее стараетесь приподнять плавно, точно и медленно, чтобы она не разлилась. Два повторения остается. Раз. И два. Следующее. Удерживаем руку на весу и удлиняемся за рукой вперед, разворачивая ладонь большим пальцем наверх. Десять повторений одной рукой, не опуская ее в коврик. Здесь мышцами пресса мы продолжаем себя контролировать. И здесь мы ощутим уже в большей степени плечевой пояс. Мышцы, которые окружают нашу лопатку, слева. И пять повторений. Раз. Два. Три. Обратите внимание. Не переводите вы вес тела в какую-либо сторону в большей степени. Обратите внимание на ребра. Отлично. И далее правая рука. Раз. Два. Три. Четыре. Три. Если ощущаются мышцы поясничного отдела, в большей степени обратите внимание на пресс. Либо в большей степени надавите опорной рукой в пол. И три раза. И три раза. Раз. Два. И три. Отлично. Мы переходим на живот. На спину. И прижимаем колени к груди. И выполним несколько покачиваний в стороны. И далее вспоминаем одно упражнение из тенда по-турецки, когда мы с вами дышали. Теперь мы будем уже применять наше дыхание в деле. Руки у нас переходят за голову. Мы выполняем небольшой подъем корпуса. Взгляд в потолок. Между подбородком и грудью. Теннисный мяч. Локти удлиняются в стороны. И более активными движениями мы удлиняемся вперед. И выполняем разгибания. На выдохе. Двадцать раз. Обратите внимание, как мышцы пресса вас контролируют. Не раскачиваетесь ли вы. Выдох, 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 выдох. И еще семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И подтягиваем колени к груди. И снова несколько покачиваний в стороны. Небольшой отдых. И здесь мы должны были ощутить хорошо мышцы пресса. В удобном варианте я предлагаю через стороны мы приподнимаемся. И переходим с вами на колени и на ладони. Здесь мы сейчас выстроим нейтральное положение позвоночника. Чтобы мы сохраняли естественные сгибы шейный лордоз, кифоз грудного отдела и лордоз поясничного отдела. И далее перейдем уже к укрепляющим упражнениям. Мы плавно проваливаемся вниз и выталкиваем себя наверх. Здесь не должно быть неприятных ощущений ни в нижней точке, ни в верхней точке. Важно, чтобы ваши лопатки контролировали вас и были в плоскости грудной клетки. Либо их просто, чтобы не было видно. Отлично. Удлиняемся за макушкой вперед, за затылком наверх. Ягодицы не тянемся назад. Из этого положения мы будем мягко удлиняться за ногой по коврику назад. И сгибать противоположную руку. Выдох и на вдохе обратно. Выдох и на вдохе обратно. И обратите внимание, не покачиваетесь ли вы в стороны и сохраняете ли вы нейтральное положение позвоночника. Здесь в большей степени постарайтесь обратить внимание на свои ощущения. Ну а если есть у вас рядом зеркало, то можно посмотреть на себя в зеркало. Главное, чтобы поясница здесь не включалась в работу. И в большей степени мышцами пресса вы себя могли проконтролировать. Мы хорошо подготовились к этому основному упражнению. И теперь уже должно быть хороший контроль. И еще по одному повторению остается. Раз. Два. Три. Остаемся мы также на коленях на ладонях. Удлиняемся в противоположные стороны и опускаем ногу и выполняем подъем руки. На выдохе вдох, выдох, вдох, выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Возвращаем руки обратно. И в другую сторону. То же самое. Вдох. Выдох. Раз. Два. Обратите внимание на поясничный отдел, на мышцы спины, чтобы движение было в большей степени в тазобедренном суставе и в плечевом поясе. Возвращаем ноги обратно. Мы можем перейти на пятки и немного отдохнуть. Несколько вдохов и выдохов. И упражнение у нас будет заключительное. Мы возвращаемся на колени на ладони. На вдохе мы равномерно выполняем сгибания в шее, в поясничном отделе, в грудном отделе. И выполняем с вами несколько покачиваний вперед и назад. Ощущая приятное растяжение по всему позвоночнику. На этом можно завершать. Перейдите в удобное положение. И наша тренировка закончена.